В день, когда в Америке отмечают очередную годовщину терактов 11 сентября и скорбят по погибшим, в Пентагоне разгорелся большой скандал, который уже назвали бунтом аналитиков. Скрылись факты, которые говорят о том, что у высшего руководства, в том числе и у президента Барака Обамы, нет объективной информации по важнейшим вопросам, в частности о положении дел в Ираке и Сирии и террористических группировках. О том, кто и почему, редактируют доклады военных экспертов, вырезая из них целые куски. Репортажи Анатолия Лазарева. Колокол ударил в 8.46 утра. Именно в этот момент, 14 лет назад, первый из захваченных террористами самолетов врезался в северную башню Всемирного торгового центра. Спустя 17 минут колокол бьет еще раз. Теперь протаранена и Южная башня. Небоскребы превратились в братскую могилу для почти трех тысяч человек. Каждый год американцы вспоминают всех. Поименно. Такова традиция. Вслух зачитывать список жертв. Траурные мероприятия проходят и в Вашингтоне, у стен Пентагона, в который врезался один из захваченных лайнеров. А ведь тогда, в 2001, как известно, аналитики ЦРУ предупреждали, на США готовится атака. Но их не захотели слушать. Как игнорируют мнение специалистов и сейчас, бунт в Пентагоне, так американская пресса назвала разгорающийся в военном ведомстве скандал, подняли 52 человека. Эксперты, готовящие аналитические доклады не только для Министерства обороны, но и руководства страны, утверждают. Начальство редактировало эти документы и скажало выводы, чтобы нарисовать более приятную для США картину происходящего в Сирии и Ираке. Двое старших аналитиков Центрального командования написали в июле жалобу в Министерство обороны, утверждая, что в докладах, которые ложатся на стол, в том числе и президенту Обами, террористические группы изображены более слабыми, чем аналитики на самом деле их оценивают. Доклады были изменены руководством Центрального командования в угоду заявлением, что США побеждает в войне с исламским государством и Аль-Нусра, филиалом Аль-Каиды в Сирии. Практика редактирования докладов существует не один месяц. Эту жалобу подписали и еще 50 аналитиков. Они утверждают, что из их докладов пропадали целые абзацы, что позволяло высшим военным чинам искажать выводы экспертов, рапортовать об успешной борьбе с террористами и продвигаться по карьерной лестнице. Довольны такими докладами в Белом доме, они соответствуют генеральной линии администрации президента и не противоречат общей победоносной риторике. Например, вот что заявил наслушаемый в Конгрессе глава Центрального командования генерал Остин. Дамы и господа, мы добились значительных успехов. Все идет точно в соответствии с нашим военным планом, который является частью общей политики США по борьбе с исламским государством. Враг несет ощутимые потери, отступает и будет побежден. Между тем, успехи Запада в борьбе с боевиками исламского государства скромнее, чем заявляются, считают специалисты. Более того, террористы получили новые возможности. Они стали применять химическое оружие, газ и прит. Организация по запрещению химоружия сегодня выразила серьезную беспокойность. Ведь не исключено, что боевики произвели и прит сами. Об этом немецкая пресса сообщил глава разведки Германии. Либо они брали его из старых запасов Саддама Хусейна, либо они произвели его после захвата университета Масула с его химическими лабораториями и мощностями для производства отравляющих газов. Обе версии выглядят правдоподобными. Главный инспектор Минобороны США уже дал официальный ход жалобам аналитиков Пентагона. Эксперты не хотели раздавать скандалы и еще в октябре попытались решить проблему со своим непосредственным начальством. Но им ответили, не нравится, увольняйтесь. И некоторые высококлассные специалисты действительно, по данным издания Daily Beast, ушли. Эти аналитики работают на центральное командование, которое и проводит наши военные операции в Ираке и Сирии. Эксперты всегда должны иметь возможность высказать все, что они думают. Без вмешательства, давления, редактирования — это очень серьезное обвинение. Его необходимо тщательно расследовать. Если факты подтвердятся, то ответственные должны быть как минимум уволены. В США они впервые жонглируют выводами аналитиков и разведданными. В 2003 году госсекретарь Паул показывал Совбезу ООН пробирку с неким белым веществом, называя это доказательством наличия у Ирака оружия массового уничтожения. Потом был ввод войск в Ирак, свержение властей, раскол страны, гражданская война и, как следствие, появление боевиков исламского государства. Оружия массового уничтожения так и не нашли. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Светлана Баркова. Первый канал. США.